Пожалуйста, Сергей Михайлович. Уважаемый Владимир Владимирович, социалистическая партия «Справедливая Россию. Потрёт за правду» улучшила свой результат. За НАД проголосовало более 4 миллионов 200 тысяч избирателей. Это более чем на миллион больше, чем 5 лет тому назад. Должен сказать, что по числу депутатов мы теперь третья фракция. У нас 27 депутатов на 4 депутата больше. Чем было в Государственной Думе седьмого созыва. И хочу обратить внимание, что мы очень неплохо выступили по одномандатным округам. У нас прошло 8 депутатов по одномандатным округам. И могу не обратить внимание, что уникальный результат по Ярославской области, где 2 одномандата к округу оба выиграли наши товарищи Гришневиков и Лисицын. И от Ярославской области у нас теперь 3 депутата. Один по списку и 2 по одномандатным округам. Мы выставили более 100 тысяч наблюдателей в рамках нашего проекта «Справедливый наблюдатель». И должен сказать, что они очень хорошо поработали. В целом, выборы в Государственную Думу восьмого созыва мы признаем легитимными. И многие наши замечания и ошибки, которые были обнаружены, исправлялись тут же. Но, к сожалению, мы вынуждены не признать результаты выборов по республике Башкортостан. У нас очень серьезные претензии. И по одномандатному избирательному округу номер 212 в нашем родном городе Санкт-Петербурге у нас есть доказательная база. Мы, соответственно, будем спокойно оформлять иски. Но в целом, по всей стране, и в том числе благодаря четкой работе Центральной избирательной комиссии, которая, кстати, очень оперативно и моментально реагировала на все наши обращения, мы считаем, что выборы прошли легитимно. Что касается предстоящей работы в Государственной Думе восьмого созыва и наших законодательных инициатив, дело в том, что все, что было в предвыборной программе нашей партии, уже реализовано в виде законодательных инициатив. Все они уже разработаны. Некоторые мы разрабатывали прямо в ходе избирательной кампании. Они все внесены, и мы будем добиваться их рассмотрения. Это и наша инициатива о введении справедливого базового дохода. И мы предлагаем начать семье с детьми, 10 тысяч рублей ежемесячно каждому члену семьи. И мы показываем, где взять на это деньги, без включения печатного станка, без дополнительных налогов. Это наше предложение. И, кстати, вы реагировали позитивно, давали поручение правительству, обязательной индексации пенсии для работающих пенсионеров. И решение вопроса по увеличению так называемого уменьшительного, заниженного коэффициента для военных пенсионеров. Это мы считаем необходимо все-таки вернуть в возраст, выход на пенсию для женщин 55 лет, мужчин для 60. Это наше предложение отдельное по внесению изменений в закон о ветеранах по участникам боевых действий. Незаслуженно те, кто выполнял приказ Родины, тогда это еще был Советский Союз, и на советско-афганской границе, и в Карабахе, и многие другие горячие точки. Они, к сожалению, имеют статуса участника боевых действий. Мы считаем это несправедливым. Точно так же наше предложение по снижению предельно допустимой доли на расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг, сейчас это федеральная норма 22% от собственных доходов граждан, мы предлагаем снизить общую федеральную норму до 15%. Мы выступаем за ликвидацию микрофинансовых организаций и коллекторских агентств, потому что это самое гнусное стартичество, где деньги делаются из воздуха и накручиваются эти безумные проценты. У нас 85% населения России в кредитах, и многие как раз брали перехватить пятерку-десятку до получки, а сейчас уже сотни тысяч этих денег из воздуха должны этим микрофинансовым организациям. Мы считаем необходимо вернуться, ибо благодарны вам к тому, что много раз внесённые наши инициативы о прогрессивной шкале подоходного налога, вы нас услышали, и с этого года первая прогрессия 15% платят те, кто получает более 5 миллионов рублей. Мы считаем шаг верный, но нужно, нам кажется, идти дальше. У нас есть очень богатые люди, которые бы могли со своих доходов или 15%, и 20%, и 25% платить, и такую инициативу мы подготовили. Точно так же мы считаем необходимым, с учётом того, что многократно повышались акцизы на топливо, в своё время было дано обещание отменить транспортный налог, мы считаем правильным и справедливым отменить транспортный налог, и такую инициативу мы внесли. И коллеги уже говорили, мы выступаем за постепенную, мы реалисты, понимая, что резко закладывать руля в такой системе, как образование нельзя, постепенная отмена единого государственного экзамена, сначала переход на добровольный, любые другие механизмы, потому что с нашей точки зрения ничего хорошего от применения этой нормы не происходит. Одним словом, мы готовы к работе, мы уже, как я сказал, внесли все законодательные инициативы, и готовы к созидательной работе в новой Государственной Думе Восьмого Созыва. Я услышал о том, что будет видеоконференция, поэтому с этой просьбой уже не обращаюсь. Большое спасибо. Спасибо, Сергей Михайлович. Я вас поздравляю с результатом. Что касается тех вопросов, о которых вы сейчас вспомнили, на которые вы в ходе избирательной кампании обращали внимание, это касается справедливого базового дохода семей с детьми. Вы знаете, что мы целую цепочку выстраиваем мер поддержки семей с детьми по возрастным категориям детей, и там есть у нас определённые ниши, которые ещё предстоит заполнить. Мне кажется, что если мы все вместе по этому пути пойдём и сделаем то, о чём уже договаривались, то вот это и будет значимым элементом выполнения ваших предвыборных обещаний. Что касается оплаты ЖКХ и снижения уровня планки по доходам семьи, с которого начинается поддержка соответствующих категорий наших граждан. Но вы знаете, что понизить эту планку, действующий закон позволяет по регионам, и во многих регионах это делается. Сделать дальнейшие шаги можно разными способами. Можно оставить эту норму, как она есть, увеличив поддержку регионам, тем, у которых не хватает соответствующих ресурсов, для того, чтобы они могли это сделать на своём уровне, окрасив эти дополнительные доходы. Но это вопрос уже перераспределения доходов во всей налоговой системе и поднятия доходов самих регионов и муниципалитетов. Мы это обсуждаем в последнее время с коллегами и в ближайшее время обсудим это ещё раз на совещании по экономическим вопросам. Теперь по поводу прогрессивной шкалы. Вы правильно сказали, здесь нужно действовать очень аккуратно, с тем, чтобы не домотивировать людей, которые получают побольше, чем все остальные. Первое и второе, чтобы это не перевело к такой советской уравниловке, из которой, как известно, ничего хорошего, к сожалению, не получилось. Поэтому проблема большой разницы доходов между теми людьми, у которых эти доходы являются весьма скромными, мягко говоря, и теми, которые получают просто такой доход, который многим нашим гражданам и не снился, он решается разными способами, но это проблема. И эту проблему мы все вместе должны будем решать. Надеюсь, здесь и на вашу поддержку по этому направлению.